46-летний Роман Костомар все еще находится в реанимации в коммунарке, но постепенно идет на поправку. Олимпийский чемпион уже дышит самостоятельно, вновь начал есть и пробует сидеть. Ну а что самое важное, медики остановили процесс некроза тканей. Так что фигуристу, потерявшему стопы, голень, кисть и несколько пальцев на другой руке, больше не грозят ампутации. Однако ждать, что спортсмен стремительно поправится и станет на протезы преждевременном. Правда, о том, как на самом деле будет происходить восстановление Костомарова, рассказал реабилитолог и невролог Александр Комаров. Он объяснил, что впереди фигуриста ждет очень длительный процесс и он растянется на годы. По словам эксперта, придется запастись терпением и дождаться, пока у Костомарова полностью заживут все шрамы от операций. А в силу его уже немолодого возраста, это быстро не произойдет. Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы. Культя созревает за полтора месяца и уже готовы к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический, уточнил медик. По его словам, успех протезирования также зависит от эмоционального состояния и настроя пациента. Поэтому Костомарову сперва нужно свыкнуться с ситуацией, пройти терапию, а уже потом начинать учиться пользоваться протезами, пока он не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз. Говорите о том, что это протезирование безопасно нельзя, он человек эмоциональный, каждая проблему вызывает депрессию. Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию, рассказал реабилитолог. Пожелаем скорейшего выздоровления спортсмену.